Товарищи офицеры! Товарищ президент Республики Беларусь! Выпускники военно-учебных заведений Республики Беларусь и Российской Федерации собраны! Министр обороны, генерал-лисер-настрений. Здравствуйте, товарищи офицеры! Здравия желаю, товарищ президент Республики Беларусь! Все у тебя работа. Но у тебя день? Кому ты? Всего говорю, что за день справитесь. В полном объеме поднятые все силы. День у вас. Ясно, что вы. Правильно. За день, что мы здесь делаем? Нет, спасибо. Уважаемые товарищи офицеры, уважаемые генералы, сегодня особый и торжественный день в жизни страны. Именно страны. Мы чествуем выпускников высших военных учебных заведений, а также офицеров, которым присвоены генеральские звания. Всем вам выпала высокая честь достичь этих высот в профессии и карьеры в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Оправдать ее, значит, пронести знамя победы наших отцов и дедов через всю жизнь. Передать его детям и внукам. Вы офицеры. И в глазах миллионов своих соотечественников именно люди в погонах являются основным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. Все, что происходит сегодня на южном и западном приграничье страны, говорить не надо. Не буду, вы это хорошо знаете. Знаете не хуже меня. По сути, мы оказались в той же ситуации, как наши предки 80-летий назад. Нам также нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть в Беларусь военный конфликт. И мы делаем для этого все необходимое. В том числе и разместим у себя самое страшное ядерное оружие. Нас упрекают в эскалации и нагнетании обстановки. А на деле мы просто обеспечиваем нашу военную безопасность, укрепляем обороноспособность государства. Мы не допустим повторения трагедии 41-го года. Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши вооруженные силы. Так же с учетом опыта боевых действий. Беларусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору. Я всегда говорю и убежден в том, что даже суперсовременная техника без человека – это просто железо. Поэтому подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу, было и будет уделяться самое пристальное внимание. Свидетельством тому и ваш выпуск. У каждого из вас за плечами приличный багаж знаний, хорошая возможность проявить себя, причем в условиях реально сложной обстановки. Более того, вам предстоит реализовать те новые подходы, которые заложены в концепции национальной безопасности, в военной доктрине, которую мы приняли на Всебелорусском народном собрании. Вы видите, как мир методично превращается в глобальное поле боя. Какие только не ведутся битвы – ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны. Это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы обороны нашей страны и ведения войны. Именно вам предстоит искать пути для усиления боевых возможностей подразделений, повышения выучки и слаженности органов управления и войск в целом, подготовить, обучить подчиненных современным способам ведения вооруженной войны. Я всегда говорю, что это три основных из опыта украинского конфликта. Это беспилотный летательный аппарат, контрбатарейная борьба и репвооружение, радиоэлектронная борьба. Это наша тема. Не надо далеко ездить, учиться. Мы видим, как воюют. Мы кое-что освоили, надо это совершенствовать. Без этого современной войны не бывает. Мы за Родину, конечно же. Но прежде всего должны понимать, что за нами стоят наши семьи, наши дети, старики и женщины, наш народ. Они верят в нас. Их вера – наша сила. И они очень болезненно и остро реагируют на разного рода напряженности, особенно на нашей границе. Совсем недавний пример. Когда, ну я бы не сказал, что обострилась ситуация на белорусско-украинской границе, но она вышла за рамки той, которая была, ну, две недели тому назад. Мы заметили, что украинцы начали концентрировать определенные войска, в том числе снимая с фронта. Самые подготовленные боевые войска на приграничье. Мы не скрывали от людей, мы подавали спокойным ритме и русле эту информацию, но людей это насторожило. Запомните, люди всегда более чувствительные, и они видят чуть больше, чем мы. Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять – это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться, в том числе и военным. В данном конфликте главную роль сыграли, да вообще всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали, но работали мы дипломатическим языком, добились успехов. И они, им не нужна эта война на полторы тысячи километров в фронте нашей границы. Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска. Поэтому помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда сапог чужой ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего, с соседями. Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим, поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлении. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с важным этапом вашей жизни – окончанием учебы. Тех, кто сегодня получит погоны с присвоением высокого звания, ко многому обязывает. Знаю, что для каждого из вас долг, честь, Родина – не просто слова, а смысл всей жизни. Если нет, прошу на это настроиться. Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, больших успехов в святом деле служения Отецству. И самое главное – крепкого вам тыла. Со стороны государства в предстоящие два года будет сделано все для того, чтобы у вас тыл был крепким. Словом, в добрый путь, уважаемые товарищи офицеры. Словом, в добрый путь, уважаемые товарищи офицеры. Товарищ главнокомандующий, товарищи генералы и офицеры. Сегодня мы получили напутствие на достойное служение нашему народу и родной Беларуси. Мы осознаем, что в складывающейся военно-политической обстановке на людей в погонах ложится особая ответственность по защите Родины. Соединив в своей служебной деятельности полученные знания с высшающей ответственностью и полной самоотдачей, мы надежно обеспечим безопасность нашего государства. И сбережем главные ценности, доверенные нам белорусским народом. Это мир, стабильность и общественное согласие. Товарищ главнокомандующий, в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, мы заверяем вас, что офицеры-выпускники факультета генерального штаба будут достойными великого подвига наших героических соотечественников и с честью выполнят все возложенные на нас задачи по обеспечению военной безопасности государства. Служу Республике Беларусь! Товарищ главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, от имени офицеров, которым сегодня присвоено высокое воинское звание генерал-майор, решите поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда, труда наших коллективов. Каждый из нас выбрал профессию Родину защищать по призванию и велению сердца. А основой нашей службы всегда были и останутся честь, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу. Время выбрало нас, и мы осознаем ту высочайшую ответственность, которую возлагает на нас высокое воинское звание. Заявляю вас, товарищ главнокомандующий, что каждый из нас природит все силы для укрепления обороноспособности нашего государства и его надежной защиты. Служу Республике Беларусь! Уважаемые друзья, уважаемые генералы, офицеры, еще раз поздравляю вас с этим особым днем в вашей жизни. Подчеркиваю еще раз, мы живем в год 80-летия освобождения нашей страны от фашизма. Это накладывает на нас серьезный отпечаток, и мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам ту жизнь, в которой мы с вами живем. Еще раз за ваши тылы, здоровья вам и хорошего настроения. Все ради вашей службы нашему Отечеству. Отечеству. Продолжение следует...